Добрый день, уважаемые пациенты. У нас, в принципе, остается не так много времени, поэтому я постараюсь кратко. Так, секунду. Итак, возвращаясь к реабилитации, Антон Андреевич уже очень много про это рассказал, что это такое, на что направлено. И мы с вами помним, речь идет о качестве жизни. Но психологическая реабилитация – это часть комплексной реабилитации. Мы с вами должны предполагать, что в процессе онкологического заболевания и лечения что-то может нарушаться. Нарушаться в наших психических процессах. Это может восприниматься как обычная реакция, которая в дальнейшем закрепляется, как поведенческий стереотип, и мы можем ее наблюдать уже и по завершении лечения. То есть ситуации, которые способны спровоцировать острый страх в процессе лечения, этот острый страх закрепляют. И когда пациент в ремиссии или когда пациент стабилен и, собственно, уже не получает никакого лечения, реакции страха, раздражения или тревоги острые могут возникать, казалось бы, по незначительному поводу. И это верное свидетельство того, что в процессе лечения онкологического заболевания что-то с психической динамикой происходило. То есть что-то пострадало. Давайте разберемся, что. Психика – это всегда динамический процесс. Это не просто страх, который есть, и вот он вот такой. Нет. Помимо того, страх переживается… Ну, возьмем страх, да, для примера. Страх переживается каждым человеком по-разному. Он называется так. У всех одинаково. Это страх. Но выражать, проживать и купировать мы все его будем по-разному. То есть боимся мы по-разному, тревожимся по-разному, потому что мы разные люди. Это, в принципе, логично. Хочу сказать, что пациенты попадают в ситуацию онкологического заболевания, находятся в ее контексте. Не только пациенты, но и все люди еще до того, как озвучен диагноз. Как это происходит и почему. Так, так. Как он переживается. Самое страшное – чем он может заканчиваться. Эти представления, они не являются доминирующими. То есть они еще могут не вызывать эмоциональную реакцию. Нет такого, что не имея рака, мы про него переживаем. Но если речь не идет о расстройстве, если речь идет о норме. Мы не берем сейчас в учет канцерофобию, которая бывает выраженной. В норме у нас есть какое-то представление об этом заболевании. Это представление формирует отношения. Отношение к пациенту, отношение к болезни. Сюда же присоединяется опыт. Часто бывает такое, что, к сожалению, в семье есть онкологические пациенты или друзья, которые болели онкологическим заболеванием. Это также формирует какое-то представление. И, конечно же, формирует реакцию, которая часто является фоновой. То есть, что называется, мы от нее пытаемся отвлекаться. То есть это ситуации по типу «это где-то происходит, это не со мной». Но, тем не менее, это представление, оно есть. В семантическом пространстве смыслово, что это такое, как с этим живется, мы понимаем. Кроме того, это к вопросу о том, что все мы разные. Вот этот вот ком разных представлений и переживаний зависит в том числе и от структуры личности. Что такое структура личности? Это набор характерологических черт. То есть, есть пациенты, которые эмоциональны, и эта эмоциональность видна. А есть пациенты, которые эмоциональны, они переживают, но как бы переживают внутри. Пациенты в таком случае говорят, я не привык говорить о своих переживаниях, я не привык, чтобы их кто-то видел. Но переживания есть, это не означает, что их не существует. Ну так вот, от этого, от структуры личности зависит то, как эти самые переживания, как эти самые представления будут меняться в процессе лечения уже онкологического заболевания. То есть, тот, кто был эмоциональным до возникновения онкологического заболевания, тот, собственно, эмоциональным и останется. Просто характер этих эмоциональных реакций может усиливаться на фоне лечения онкологического заболевания. Где-то за счет истощения, где-то за счет снижения контроля над этими самыми реакциями. И, соответственно, пришествующие психические травмы. Все пациенты живут жизнь. Живут жизнь еще до того, как возникло заболевание, и с ними что-то происходит. Это можно назвать стрессовыми событиями, это можно назвать психические травмы. Но, тем не менее, что-то происходит, и оно тоже как-то переживается. Часто пациенты склонны находить смысл между связь между онкологическим заболеванием и предшествующим острым стрессом. Говоря, что я там понервничала очень сильно, очень долго, что-то со мной произошло, и вот результат. Скорее, это не доказано. Теория имеет право быть, но научных доказательств ее права пока не существует. Скорее, это свойство нашего умышления, искать причину. То, к чему мы привыкли. Итак, вы, наверное, можете заметить, что на слайде, вот это вот наше ракообразное, оно несколько прозрачно. В этом есть смысл. Потому что представления на этапе до возникновения онкологического заболевания, они несколько смазаны, несколько стерты. То есть на них внимание не концентрируется. Мы не акцентрируемся на этом. Но кое-что с этим происходит тогда, когда возникает само заболевание. То есть когда озвучивается диагноз. В зале, скорее всего, все пациенты и все знакомы с первыми реакциями на оглашение диагноза. И все понимают, о чем здесь в большинстве случаев речь идет. Останавливаться на этом подробно не буду. Скажу лишь то, что те самые представления, которые у нас уже когда-то были, они вдруг становятся реальными. То есть мы про это думали, пытались забывать, пытались не обращать внимания. Но вот они происходят с нами, происходят со мной, с самим пациентом. И это пугает еще больше. На этом этапе происходит столкновение с реальностью, условно говоря. То есть развенчивается миф о том, что я бессмертен. Все мы знаем, что мы не бессмертны. Но мы предпочитаем об этом не думать. Диагностика заболевания, столкновение с диагнозом заставляет постоянно об этом думать. И здесь большую роль играет та самая структура личности. То есть тот способ реагирования, к которому мы привыкли. Кто-то в разных ситуациях полагается на себя и готов себе сказать, что как бы там оно дальше не пошло, я с этим справиться смогу. Я один не останусь, что-то я смогу сделать. Кто-то нафантазирует, будет мнительным и сразу вообразит в себе самый худший исход. И этим самым будет себя пугать. То есть это, что называется, повторное травмирование. То есть психотравма, ее неблагоприятный исход приводит к тому, что пациент сам себя травмирует, сам себя пугает. И впоследствии мы наблюдаем часто истощение. Только физическое, но и психическое, которое приводит к нарушениям функциональных состояний, которые очень важны в процессе лечения и, собственно, это после. Функциональные состояния включают в себя сон, питание, двигательный режим. Часто наблюдается снижение воли к деятельности. Это что-то близкое к депрессии, допустим, апатия. Либо сами депрессивные расстройства, которые уже, собственно, не в ранге реакций, но в ранге расстройств. Итак, дальше у нас наступает этап лечения, когда наши представления о заболевании несколько меняются. Мы же кое-что про это знаем. Нас где-то информируют, мы что-то читаем, мы спрашиваем мнением, обмениваемся мнениями с другими пациентами. И, соответственно, какое-то представление об онкологическом заболевании появляется. Оно в какой-то степени уже не так пугает. Кроме того, снижается это напряжение, связанное с этапом диагностики, когда очень много обследований, когда неясно, что будет, а какое распространение, а лечится ли это вообще. Здесь уровень напряжения снижается, но это не означает, что у нас не стало тревоги или мы больше ничего не боимся. Нет, как раз-таки наоборот. Здесь нас подстерегает опасность, связанная с тем, что мы можем наблюдать патологизацию реакций. То есть, к примеру, если на этапе диагностики мы пугались обследований, то эта пугливость, она никуда не денется. То есть, она закрепится, она станет привычным способом реагирования. И, как часто говорят пациенты, я головой понимаю, что ничего страшного, что все в порядке, что мне помогут, если у меня что-то случится. Но реакция все равно есть, она мне дискомфортна, я не знаю, что с ней делать, я не знаю, куда ее деть. И, собственно, вот такой вот огромный ворох переживаний, мыслительного процесса заставляет пациентов тревожиться, обдумывать. Опять-таки, приводит к истощению, и помимо того, пропадает некоторая структура. То есть, пациенты начинают путаться в том, что их ждет, в том, какую они информацию получили. Потому что часто информация бывает противоречивой. Один доктор сказал так, другой так, в интернете так написали, а мой сосед по палате рассказал так. То есть, возникает проблема с тем, кому верить, кому доверять. Каков мой источник информирования? Это тоже является такой большой лакуной для появления сомнений. Сомнений и, собственно, отомнительности. А вдруг меня вообще лечит неправильно. Это большое количество, а вдруг, приводит, опять-таки, к патологизации психических процессов. То есть, мы тогда уже впоследствии можем наблюдать патологические состояния или даже расстройства. Собственно-то, причем здесь реабилитация психологическая. Так вот, задачей психологической реабилитации является как раз таки депатологизация этих реакций. То есть, попытка помочь пациенту конструктивно, адекватно отреагировать эмоции, которые где-то в другом месте или в другой ситуации, они этого сделать не могут. Попытка понять, а что же с ними происходит. Более подробно я про это дальше расскажу. Здесь на слайде мы можем наблюдать то, а почему эти реакции возникают, чем они обусловлены. Я думаю, здесь все понятно, останавливаться я на этом не буду. Идем дальше. Итак, к вопросу об информировании. Очень важно понимать, где заканчиваются нормальные состояния, где начинаются патологические состояния. Часто пациент онкологический находится в некотором таком пограничном состоянии между нормой и патологией. И мы можем условно говорить о том, что для нормальных психогенных реакций, возникающих на фоне лечения или на фоне заболевания, в общем, условно говоря, есть критерии определения этих нормальных состояний. То есть, они должны быть к чему-то прикреплены. То есть, они не должны возникать спонтанно. Всегда есть причина, всегда есть предикторы, которые их вызывают. Определяются структуры личности, как мы уже говорили. Чего-то нового мы не обнаружим. Если пациент был замкнутым, он вдруг не станет развеселым. Он вдруг не станет у нас экстравертом, не будет бегать, со всеми общаться. Нет, скорее всего, он замкнется еще больше. Но это не значит, что ему стало хуже. Это может означать, что в данной ситуации ему так удобнее переживать. Здесь важнее, чтобы через те самые две недели или три месяца эта замкнутость не переросла в апатию, в пастынию и в депрессию. Понимаете, о чем я говорю? То есть, важны сроки. Реакция. Реакция не может длиться годами. Реакция может длиться до трех месяцев. У нее всегда будет динамика. Это не всегда будет одинаковая интенсивность страха или тревоги, или плаксивости. Она будет разная. Но она будет. И самое сложное, и это уже не к критериям нормы патологии, а к тому, почему нам необходимо на них обращать внимание. Да потому что они могут трансформироваться в патологические процессы. И тогда уже речь будет идти не столько о реабилитации, сколько о лечении. О фармакологическом лечении, о длительной психотерапии. Поэтому важно их ловить, важно их отреагировать, что-то с ними делать. Не оставлять их просто так течь где-то там фоном. Идем дальше. Собственно, сама реабилитация психологическая не может быть, не может течь отдельно от лечения онкологического заболевания. Она всегда как бы прилагается, условно говоря, к основному процессу лечения. И вот если возьмем диагностический этап самого лечения, это самый тревожный этап для пациентов. Что может предложить психологическая реабилитация? То есть, конечно же, всегда это диагностика особенностей структуры личности, преморбида. То есть тех возможных патологических процессов, которые были, возможных когнитивных нарушений, с которыми к нам приходит пациент. Возможных копинг-стратегий неэффективных, которые, в принципе, когда-то были эффективными в процессе онкозаболевания, они становятся по большей степени дискомфортными. То есть не помогают, а вредят. К примеру, привычка все контролировать, нести много ответственности в процессе лечения ничем не поможет. Но приведет только к тому, что пациент разочаруется в том, что ему не удается столько всего вынести. Информирование – это тот важный аспект, о котором сегодня так много говорилось. И на консультации онкологического пациента с медицинским психологом происходит этот важный процесс информирования. О чем здесь речь идет? Речь идет о том, что пациенту было бы здорово познакомиться с тем, о каким он может быть в разных ситуациях. Потому что часто мы все думаем, что мы склонны реагировать так в таких ситуациях, иначе в других ситуациях. Все меняется тогда, когда возникает острый стресс. То есть пациент часто говорит, это не я, я себя не узнаю, я так себя не веду. Пациент расстраивается, пациент реагирует на себя, оценивает себя, может себя стыдиться или испытывать вину за это. Это сложно и по большей степени непродуктивно для психического процесса, для адаптации. Поэтому важно понимать, чего от себя стоит ожидать в плане психической динамики, психических реакций. Помимо того, часто важным для пациентов является то, на что он может полагаться после того, как у него закончится лечение, или в процессе лечения, или в процессе госпитализации. А что его ждет? Хотя бы поэтапно. Хоть какое-то определенное обозримое будущее, хотя бы через запятую. А операция ждания гистологии, химии и лучевая терапия, предположим, это уже дает некоторую иллюзию того, что что-то под контролем, что-то я знаю, что-то да от меня зависит. И здесь встает важный вопрос зоны ответственности самого пациента. Это важно как для реабилитации, так и для адаптации. Очень сложно проходить лечение, когда есть ощущение, что как бы ты здесь не причастен. Что-то с твоим организмом делают, доктор смотрит какие-то анализы, чего-то там назначает, а как же я? Как же я? Я пациент, вот мое тело. Мало того, что я теряю контроль, так я еще и теперь ни к чему не могу приложиться. Ну, можете. Можете. И часто также здесь речь идет о функциональном состоянии, о приверженности лечению, об активной позиции ответственного пациента. То есть, о чем говорю? В том, что важно узнавать не в интернете, не у соседей по палате, а у самого доктора. Вы встречаете в процессе лечения очень много докторов. Им всем можно задавать вопросы. Да, есть страх, что... Что-что? Молчат, да. Нужно задавать. Нужно настаивать. То есть, да, есть страх, что я могу надоедать доктору, он будет со мной груб, или я стесняюсь и так далее. Вот, но нужно настаивать. То есть, один из десяти докторов будет молчать, двое ответят формально, все остальные ответят столько, сколько вам нужно начать. Только формулируйте вопросы наиболее конкретно, потому что часто пациенты любят задавать вопросы, к примеру, особенно на этапе диагностики, а сколько мне по статистике осталось, да? Ну, вот такие вопросы, они сложны. Они больше философского толка. Есть большое количество переменных, которые никто не может учесть. Или те же вопросы про причины онкологического заболевания. Есть огромное количество переменных, опять же, которые невозможно учесть. Вот, на это нужно понимать. Итак, это диагностический этап. На этапе госпитализации. На этапе госпитализации происходит очень много разных событий. То есть, это не обязательно операция. Это может быть химиотерапия, лучевая терапия. Могут быть крупные события, связанные с той же самой операцией. Могут быть мелкие события, связанные с постановкой периферического катетера. И не всегда пациент знает, что вызовет у него реакцию. Казалось бы, простая процедура, условно говоря, постановка катетера, а может вызвать бурную эмоциональную реакцию страха или вообще реакцию паники, вплоть до потери сознания. Такие случаи у нас были также. Кроме того, важно понимать, что многим пациентам склонны психосоматические реакции. В основном это связано с вегетативной реакцией. К примеру, я нервничаю, у меня поднимается давление. То есть до лечения, до заболевания я с этим как-то справлялся, умел это купировать. В процессе лечения многие процессы физиологические меняются. И это может стать проблемой. Поэтому важно учитывать в том числе и это. Верните. Спасибо. Итак, непосредственно на госпитальном этапе то, о чем я уже говорила, происходит в процессе реабилитации депатологизация психических реакций. Каким образом? С помощью разрешения психической травмы или способов совладания с ситуациями стресса. То есть пациент как-то так мыслит, что это приводит его к реакции, к отреагированию. То есть часто пациенты говорят, научите меня не реагировать. Как не реагировать? Ну, невозможно не реагировать. Можно реагировать так, чтобы это было комфортно. Мы живые, мы будем реагировать. Но этой реакцией управлять можно. То есть она может вас не захватывать. Просто нужно понимать, для чего она, почему она и как долго она длится. Кроме того, на этом этапе также происходит отреагирование эмоций, корректное отреагирование. То есть те самые страшные и сложные эмоции, о которых сложно говорить в условиях домашней обстановки, сложно обсуждать с доктором. То есть в основном у нас часто агрессия, злость. Часто, если госпитализация длительная, все бесит. Все бесит. Кому скажешь, что все бесит? Некому. То есть все бесит, а деться некуда. Можно хотя бы это обсуждать. Можно хотя бы понимать, что каким-то образом некоторые сложные моменты, которые уже раздражают, которые уже невозможно терпеть, можно ослабить. Можно ослабить. С ними как-то можно сжиться. Это важно. То есть пациенту, в принципе, довольно много приходится терпеть. Если это обсуждать, всегда найдется решение, как сделать так, чтобы разгрузить и психический аппарат, и психику в целом. И, да, важный момент, о котором мы уже сегодня говорили, это нормальное функциональное состояние. И сонный аппетит часто в процессе лечения медикаментозные. То есть зависит от того, какое лечение пациент получает. Но при этом очень важно функционально отличать, где я не сплю, потому что я очень тревожусь, у меня в голове вертятся мысли, я их обдумываю и пугаюсь. А где я не сплю, потому что получаю гормональную терапию, у меня приливы, либо я часто бегаю в туалет. Это важный момент. Важный момент, который может привести к истощению. Тогда в итоге, после комплексного лечения, по выписке, пациент обнаруживает себя в состоянии бессилия, ослабленности, быстрой утомляемости, что, собственно, снижает его функциональную деятельность в рамках семьи, профессионального круга и затрудняет выход в обычную жизнь. То есть онколог по выписке пациенту говорит, введите обратный образ жизни, а пациент говорит, у меня нет сил вести обычный образ жизни. Скажите мне, какой вести? Возникает много вопросов. Становится сложно не только лечиться, но и продолжать жить. То есть психологическая реабилитация призвана, если можно так сказать, решать в том числе и эти вопросы. И, собственно, постгоспитальный этап не отменяет возникновение реакций. Они все равно есть. Потому что вы продолжаете функционировать, вы реагируете, события происходят. Важно применять те же самые критерии к себе и после этого. То есть важно понимать, что какое-то событие из внешнего мира может вам напомнить о том, что вы переживали на этапе лечения или на этапе диагностики. Это может актуализировать переживания. Поэтому за ними также нужно наблюдать и давать себе время на реакцию, давать себе разрешение где-то поплакать, где-то себя пожалеть, а где-то собраться и сказать, что в этом нет ничего страшного, я с этим справлюсь. То есть варианты индивидуальные. И, конечно же, итогом психологической реабилитации служит социальная адаптация, где речь идет в лучшем случае к возвращению к профессиональной деятельности. То есть в большинстве случаев это на раннем послегоспитальном этапе возвращение к бытовой деятельности. То есть понимание того, а что я могу на себя взять после такого лечения, понимание того, а сколько мне нужно время на отдых, а сколько мне нужно времени для того, чтобы выполнять мои привычные обязанности. И попытка себя разгрузить. То есть не нести всю ту кучу ответственности, которую несли, а постепенно делегировать ее. Делегировать и позволять другим делать ее без такого сильного контроля, к которому привыкли. Итак, я уже начинаю завершать свой доклад. И, соответственно, у нас есть некоторые разные формы работы, которые зависят во многом от запроса или мишени психологической коррекции. Наиболее популярностью пользуются индивидуальные консультации. То есть краткосрочный вариант, это, как правило, около трех консультаций для пациентов, у которых есть острые реакции. И трех консультаций достаточно того, чтобы эмоциональный фонд стабилизировался, пришло понимание того, почему это происходит, что с этим можно сделать. И такие пациенты возвращаются уже тогда, когда они понимают, что не справляются, что им нужна помощь или что они не понимают того, что с ними происходит. Более сложный вариант, это пролонгированная психотерапия, которая может длиться до трех лет. Вот. Речь здесь идет о расстройствах уже непосредственно психосоматического и похондрического депрессивного круга. То есть это вариант, когда психика уже нарушена. То есть что-то происходит, что-то патологизируется, и простой психокоррекции здесь не обойтись. Здесь необходима длительная психотерапия с пониманием того, что не отреагировано, что вытеснено, какие конфликтные ситуации происходят и почему с ними не удается постоянно справиться. Словно говоря, часто бывает такое, что пациент уже пролечился, у него все хорошо. То есть у него полный регресс опухоли, а его выписывают, а он боится выписываться, потому что он думает про то, что а вдруг что-то плохо, а вдруг кто-то что-то там не нашел, точно что-то есть, не может быть все хорошо. Эта реакция остается, потому что ее некуда деть. Пациент уже дома, а он все еще переживает про то, что что-то точно не так. Так хорошо быть не может. Я наблюдал другой опыт лечения онкологических больных. Меня недолечили. Возникают эпохондрические реакции, к примеру, когда пациент любой телесный ответ, где-то кольнуло что-то, заныло, бежит обследоваться, думая о том, что это основной онкологический процесс. Когда он получает ответ, что нет, это не так, что все с вами в порядке, этого хватает ровным счетом. На неделю максимум, на две, что-то снова возникает, снова вся эта история начинается по кругу. Это сложно. И для того, чтобы с этим разобраться, необходимо от трех месяцев до одного года точно. Поэтому очень важно не упускать варианты отреагирования эмоций и контроля за ними. Помимо того, есть открытые и закрытые групповые психотерапевтические встречи. Открытые говорят о том, что у нас собирается группа по запросу. То есть ее состав может меняться. То есть пациенты могут приходить, могут выходить. Закрытая психотерапевтическая группа имеет стандартный набор пациентов, которые поддерживаются в течение, допустим, года. В группу никто не принимается, из нее можно, конечно, выходить. Но в саму группу в течение периода психотерапии никто не принимается. Но, помимо всего прочего, это арт-терапевтические методы работы. И завершая свое выступление, хочу сказать о том, что реабилитация в целом и психологическая реабилитация призваны напоминать пациенту, что он является человеком со всеми его особенностями. Не всегда пациентом. То есть человек со всей его системой связи, со всеми его характерологическими особенностями, со всеми его желаниями, со всеми его планами. А не только диагноз. Поэтому очень важно в процессе онкологического заболевания и лечения помнить про то, что у вас есть не только диагноз. Вы состоите не только из онкологического заболевания. Есть что-то еще, что также важно для вас. И что требует также вашей включенности. У меня все. Спасибо. Продолжение следует...